С 10 по 14 мая в Гродненском государственном университете имени Янки Пупалы в рамках международного проекта подготовка и повышения квалификации преподавателей дисциплин по туризму в Республике Беларусь прошли образовательные встречи и учебно-практические семинары Мероприятие прошло на базе Волковыского и Гродненского гуманитарных колледжей В нем приняли участие около 100 человек Среди них европейские эксперты, координаторы по туризму белорусских вузов и колледжей преподаватели кафедры туризма и культурного наследия ГРГУ имени Янки Пупалы учащиеся колледжей и студенты высших учебных заведений а также представители туристического бизнеса В ходе семинара европейские эксперты представили свои доклады а также провели мастер-классы для белорусских преподавателей по содержательным и дидактическим особенностям преподавания туристических дисциплин Этот проект рассчитан на три года Он близок к завершению В конце 2014 года он будет завершаться По проекту уже состоялись курсы повышения квалификации и преподготовка для преподавателей колледжей, которые преподают туристические дисциплины Уже активно начался процесс издания учебных пособий, которые были подготовлены нашими преподавателями преподавателями Республики Беларусь после стажировок в европейских вузах и с участием европейских экспертов Вот что сказал координатор проекта со стороны Евросоюза профессор Николас Шаппер из Университета Германии Вы знаете наверняка, что Европа заинтересована в хорошем добрососедстве Это добрососедство распространяется на все сферы И одной из таких сфер, конечно же, является сфера туризма И в данном контексте, если мы говорим о сфере туризма то мы, как те, кто занимается образованием конечно же, заинтересованы в сотрудничестве с образовательными учреждениями Республики Беларусь но и в данном контексте также с вузами и со всеми другими структурами которые входят на вузы, также в колледжи Здесь также идет обмен знаниями тем, что он работал в странах Евросоюза, но и, конечно же, идет обмен в двух направлениях То есть, с одной стороны, европейцы, конечно же, хотят приезжать в страны, которые ограничат с Евросоюзом С другой стороны, также Европа заинтересована в том, чтобы соседи также приезжали в Евросоюз ну и знакомились, то есть, чтобы шел взаимный обмен Возможность посетить страны Евросоюза они включены в наши лекции и мы стремимся как бы дать опыт, который у нас и структуры некоторых курсов, что мы учим, как мы учим этот опыт мы пробуем дать вашим преподавателям и студентам Проект это для нас очень важен тем, что он нацелен на колледжи поскольку факультеты, занятые первым высшим образованием уже активно принимали участие в подобных родах проектах а вот для колледжа это первый опыт и это очередная ступенька в интеграции среднего, специального и высшего образования В проекте принимают участие ведущие белорусские вузы, которые заняты подготовкой кадров в сфере туризма В частности, координатором проекта национальным является экономический университет это высшая школа туризма, которую возглавляет профессор Кабушкин это институт туризма, богофизической культуры это брестские, витебские вузы, аграрная академия в Горках ну и конечно же наш, Гродинский государственный университет имени Антикупалы Участники семинара также ознакомились с состоянием и перспективами развития региональной туристической индустрии со стороны Европы это тоже очень серьезное учебное заведение в частности университет Пада Борна в Германии, который является координатором со стороны Европейского Союза Пражский экономический университет, университет в городе Баньска-Быстрица в Словакии Бальцана, Регенсбург, то есть широкий спектр Германии, Чехии, Словакии, Италия, Австрия Венский экономический университет все это позволяет нам надеяться, что мы действительно добьемся значительного эффекта и в плане интеграции колледжа, и в повышении качества подготовки и в создании того, что принято в Европе называть образовательными консорпсами в плане взаимодействия, поскольку действительно активно в рамках этого проекта обсуждался вопрос, который напрямую с ним не связан, но который мы планируем заняться в будущем с 2015 года, когда совершим проект, а именно о возможности включенного обучения когда наши студенты смогут по одному, по два семестра учиться в других вузах белорусских, европейских, вот такой обмен опытом и это позволит им шире увидеть, как готовятся специалисты по туризму приобрести новые знания, а самое главное то, что в туристической отрасли очень важно получить тот социальный капитал, который позволяет себя уверенно чувствовать в профессии Туризм это отрасль, которая основана на общении между людьми значит, также, когда мы приехаем в Белоруссию, мы общаемся с вашими людьми мы знакомимся с вашей историей, с вашими туристическими ресурсами а в том случае мы также станем богаче с нашей стороны мы работаем со всеми регионами Республики Беларусь были центры, были во всех регионах Беларусь определяет это то гостеприимство, с которым принимали нас в различных регионах, наши партнеры, как они работают вместе с нами то есть это та приятная сторона и то, чему мы хотели бы, скажем так, учиться но Гродно тоже очень хорошая город, имеет очень хорошую оборудование особенно это меня фасценировало, что здесь еще много старых исторических зданий, которые реконструированы что касается Гродно, то Гродно очень старый интересный город и что поражает много старых зданий, которые сохранились и реставрируются это то, что определяет Гродно и делает привлекательным у вас также богатая история прежде всего в этом районе которая связана с историей с Польшей и с другими странами и это может быть интересно для людей, которые занимаются историей в сфере туризма, гостеприимства, сектор или подразделения услуг оно очень важно, как правило, те навыки и умения, которые даются на уровне колледжи, это, скажем так, те первые, которые вступают в контакт с туристами и поэтому важно, чтобы уровень знаний, профессиональных умений он был на высоком уровне, поэтому стараемся работать с преподавателями именно в этом направлении Всего в рамках проекта будут изданы около 19 учебно-практических пособий по туристическим дисциплинам, а также состоятся поставки современной оргтехники в учебные заведения, что позволит белорусским преподавателям значительно повысить качество подготовки специалистов для отечественной индустрии туризма и гостеприимства Для меня всегда очень приятно, когда я вижу, что многие гостиницы улучшились, также услуги улучшились, также что люди в туристической отрасли работают на больше профессиональном уровне Нынешняя ситуация в Республике Беларусь великолепная, потому что сегодня более 40 отелей, которые классно обслуживают наших туристов и из рубежа. Что касается этого проекта, хочу сказать, что мы вместе учимся друг у друга Пять стран Евросоюза с нами работают уже несколько лет Мы гордимся этим, потому что мы интегрируем наши процессы сервиса и у нас очень большое будущее Потому что туризм это главная из сфер, которая даст прибыль нашей стране Есть страны, где именно из-за туризма только и живут страны Там Кипр и другие Но для того, чтобы это иметь, надо много и долго учиться И мы это делаем, потому что наш проект образовательный И большое спасибо всем нашим коллегам, которые это делают Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!